Всем доброе утро! У нас на такое пока пасмурное, хотя вообще-то обещают солнце. Сегодня понедельник, день тяжелый. Последняя неделя пошла перед Рождеством католическим, я имею ввиду. В четверг у нас уже будет сабантуй. Вы меня много спрашиваете про меню, которое я буду делать. Я не буду запекать индейку. То есть мясных вот как бы... Что случилось? Так иди сюда. В общем, мясо я никакое готовить не буду, потому что, честно говоря, запах мяса у меня... Поэтому не хочу. Но у нас будет нарезка, будут какие-то там морепродукты. Может быть, что-то такое замороженное мы купим, может быть, даже мясное. Не знаю, посмотрим. Мы еще не решили до конца. То есть как бы я к чему это говорю? К тому, что... С ума сошел, что ли? Ребка, стой, ну пойдем посмотрим. Короче говоря, я к чему? Я все это к тому, что, когда мы зовем к себе гостей, мы не делаем веганское полностью меню. Мы делаем такое облегченное. Но у нас есть как бы морепродукты, либо рыба, либо мясо, как правило. Что ты хочешь? Борь, что ты хочешь? Че? Ну, шкетер он хочет. Ну, давай. Так, что хотела вам сказать. У меня такой вопрос интересный задали. Вам интересно знать, ревнивая ли я, вспыльчивая ли я. Я очень вспыльчивая, мне так кажется. Ну, короче, я очень быстро выхожу из себя вообще в моменты, мне даже особо повод не нужен. Но при этом я себя считаю не очень ревнивой. Что-то как-то не знаю. Может, потому что у меня немного свое отношение к изменам. Я об этом не буду распространяться. Вы можете даже сразу задавать вопросы. Потому что, если вдруг мой муж посмотрит это видео, ему не обязательно знать, как я отношусь к изменам. Не то, чтобы я считаю, что это нормально, или я считаю, что это ненормально, или там что-то такое. Но у меня вообще какое-то свое такое немножко отношение. Поэтому как бы я не очень ревнивая, мне так кажется. Но я так думаю. Возможно, просто мой муж не дает повода. Может быть. А может быть, поэтому. А учитывая то, что я вспыльчивая, возможно, я очень ревнивая. Просто я об этом не знаю. Короче говоря, вот как-то так. Но да, я очень быстро выхожу из себя. Нарать могу. В общем, это вообще легко. Легко. Надо больше пить воды. Еще мне пишут, вам кажется, что я похудела? Спасибо. Мне тоже так кажется. Хотя, повторюсь, я не вижу этого результата на весах. Ну, посмотрим, посмотрим. Ладно, пойдем гулять. У нас, смотрите, какая серость. Просто серость. Опа. Мы сейчас идем собирать джинсы в Пете. О, Боже. Господи, едут машины. Это так холодно на улице. Смотрите. Этот спит. Этот идет малышко подвывает. А мы тут идем под мост. Короче, очень холодно. Очень некомфортно. Я явно оделась холоднее, чем надо. И я безумно стремаюсь. Я это машина. Я иду сейчас снимаю. В общем, ничего интересного не происходит. Так. Ну, вообще, мы пришли домой. Сейчас я сяду. В общем, мы пришли домой после гулянки. И теперь я думаю, чем надо заняться. Просто смотрите, сегодня понедельник, завтра вторник, потом среда. И в четверг к нам приходят в гости. То есть в среду я буду стопудово печь торт. Хочу защититься. Сделать такую, как сказать, пробную репетицию перед первым января, когда мы пойдем в гости к нашим родственникам. И я хочу, короче, удивить всех своим тортом. Ну, не знаю. Посмотрим. И, честно говоря, я сейчас думаю делать обычный торт. Или веганский. Потому что, на самом деле, вот мы не едим ничего такого. И будут у меня еще гости, которые тоже не едят. Ну, не потому, что они веганы или что-то такое. А потому, что просто, ну, как бы не могут есть. И не едят такие продукты. Поэтому, не знаю. Вот я сейчас, наверное, покопаюсь. Надо написать на список дел себе. Свой супер ежедневник. Что-то сил вообще нет. Ну, и что. Ну, и надо, короче говоря, что-то убраться. Вообще глобально надо как-то что-то тут замутить уборку вообще на весь день. Потому что что-то я снимаю влоги с вами. И запустила свой дом, прикиньте, вообще. У меня что-то какой-то бедлам везде творится, мне так кажется. Вот. Вчера, наконец, перегладила бельем. Вот. Так туплю. Что-то не знаю. Надо записать. Я, знаете, что, короче, что-то решила сделать? Видите, у меня раньше на этом столе был такой, типа, порядок. Ну, как бы. А теперь я решила оставить все те книжки, ну, как бы, которые мы постоянно читаем. Муж у меня тут увлекся чтением этой книги. Потом мне расскажут, что там как. Борькина любимая книга. Там где-то дети играют. То, что я сейчас читаю. Мой ежедневник. Вот. Периодически подсматриваю блюда для Глеба. Периодически читаю вот эти две книжки. Ну, эту как-то, что-то у меня вообще что-то затухло совсем. Но вот эту я вдруг подумала, что то ли я ее не читала, то ли я ее не дочитала. Решила так, может, как-нибудь на досуге глянуть. Но пока досуг у меня этот не пришел. Это мой для кутикулы крем, с которым играет Глеб. Господи, палочка. Ну, давайте вам покажем. Свечи ставят мы вчерами зажигаем. Это Борька любит тоже эту книжку. У нас есть такая синяя классическая детская гибрия. Но это такая прям совсем для маленьких такая. Логопедические игры. Так, вроде ничего. Ну, и вот Барто тут у нас Борька иногда любит почитать. Вот. В общем, как-то я прям их так здесь оставила. Думаю, ну, блин, что вот туда-сюда куда-то ходить, бегать. Вот тут пусть все лежит таким вот кучей. Вот. Нашли Глебину соску. Два дня ее искали. Она здесь за книжками валялась. Вот. Надо ее убрать, что ли, отсюда. Вот. Сейчас, наверное, я вот так вот сюда все кину. Я, наверное, сейчас посмотрю, чего приготовить Глебке. Такого вкусненького. Хотя что-то и продуктов у нас нет. Сегодня, кстати, тоже... Сегодня, кстати, поедем за продуктами в Костка закупаться для 25-го. Ну, и вообще так. У нас, кстати, будет типа такой пот-лак, если вы знаете. Это, когда, допустим, мы готовим еду, но и каждый из гостей должен тоже что-то принести. Вот. Ну, какое-то блюдо. Тарт. А, это с двух лет. Не знаю, сейчас что-нибудь найду, может быть. Картофельное пюре со спаржей и перином и перепелем яйцом. Боря, не поднимай его, не надо. Оставь, оставь. Короче, вот то, что я тут делала в других своих видео. О, вокруг тыквы. Можно тыквенные что-нибудь намочить. Гляньте, как вкусненько. Ну, фокусируй, господи. Надо с 12-ти месяцев. Это уже с 12-ти. С 18-ти. Блин, сейчас. Давайте что-нибудь. Вот, с 9-ти пюре из перловой крупы с ананасами валерьянец. Ой, пюре из перловки я могу. Пшеная каша с овощами и мятой. О, вот это может быть еще за 8 месяцев. Это можно. Какие-то, короче, хореницы. Вот, вот это я сейчас не сделаю. Пшеная каша с овощами. У меня мяты нет. У меня есть полента с кабачком и чабром. Не знаю, что такое. У нас дальше все в чебрец. Рыжоты с луком и тыквой. У меня нет тыквы. И это в 10 лет такое детям дает ракушки с ветчиной и трюфелем. Трюфель, как вам? Ну, короче, вот, да, вот, например, трюфель нигде вы так не достанете. Но в целом интересно. Паста с куркумой и сладким перцем. О, вот это я, может быть. А, это с 12 лет. Ну, короче, вот перловка. Где моя перловка? Пшенка, точнее. Либо это, сейчас подумаем. Короче, что, девочки? Ой, сейчас я, подождите. Перевернусь. Я сейчас буду убираться, готовить еду. Заряжать батарейкой. Я вижу, она у меня сейчас сядет. Ну, и все. Я не знаю, о чем я вам сегодня еще расскажу. Может быть, на какие-то ваш вопрос. Что ты опять ешь у входа? Борь, что он ест? Кажется, Глеб у меня ест. Ботинки опять лишит. Ну, да. Все. Пока. До следующего включения. Еще решила вам рассказать, что хочу еще сегодня в бюджет вбить. Какие расходы. Муж на меня ругается, что я не давно, короче, ничего-то не вбивала. Вот. Но мне не очень нравится то, как он сделал эту нашу, ну, как бы, сетку, таблицу бюджета. Мне кажется, он как-то доработать. Вот, может быть, с 1 января будем как-то по-другому. Может быть, я займусь введением нашего бюджета, потому что, в конце концов, я трачу больше, чем муж. Ну, то есть, как бы, до покупок совершаю. Вот. И, в общем, надо подумать. Как-то мне кажется, что непонятно, на что мы тратим. Мы видим, что, сколько мы тратим, но непонятно на что. То есть, как бы, у нас есть там какие-то, да, секции, но даже в пределах этой секции не очень понятно, господи, на что мы потратили столько денег. Поэтому, как-то я хочу это реорганизовать, не знаю, подумала. Если у вас есть какие-то идеи, может быть, видео на Ютубе, где, либо какие-то блоги, еще что-то, короче, где говорится о том, как правильно вести бюджет, ну, как логичнее это делать, киньте мне ссылочки, я почитаю. Вот. Потому что я прислушиваюсь к тому, что вы мне говорите. Я могу, может быть, не ответить на ваш комментарий, но я обязательно зайду и посмотрю, что вы мне там посоветовали. Да, ну и так. Глеб опять-нибудь стоит и не может встать. Спорим? Так и есть. Вуаля! Глебк! А? Ну? Че ты? Не можешь встать? Не можешь сесть? Бедный, бедный Йорик. А-тя-тя-тя-тя-тя! Может, ты хочешь кушать? Будешь супчик с картошечкой? Я решила, ты поздно делать картофельный супчик с луком. И с базиликом. Он вот так любит базилик вообще. Умничка, весь в маму. Чем влог сегодня будет вообще ни о чем. Сори. Но сегодня реально день вообще ни о чем. Поцелуй, маму. Поцелуй, поцелуй, маму. Будю, 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 будю. Будю, 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 будю. Если кто не знает, Долларами продаются такие вот готовые штуки. Уже с красками совсем. Разные рисунки. Мы просто взяли столушку и можно рисовать. Можешь небо закрасить синим, Борюсь. Вот так что вот. На заметку. Наконец-то я все убрала. Мне на это понадобилось около двух часов. Кстати, вот. Теперь у меня будет вот такая пустая баночка. Думаю, честно делать. Я сейчас думаю попить чай, включить себе. Вот. Моя гордость. Моя раковина. Чистейшая. Еще сегодня я хотела сделать такую вещь, как... О, кайф. А, такую вещь, как разобрать Борина игрушки. Ой, я с вами так полежу. На самом деле это большая проблема, потому что, естественно, ну, как бы я хотела их разобрать и реально минимум половину выкинуть. Ну, под словом выкинуть мы всегда понимаем, что я их отнесу в донейшн-бокс. Это, знаете, я, по-моему, я в каком-то видео показывала. Здесь на улице стоят такие, во всех районах стоят такие коробки, ну, как, ящики, что ли, куда вы можете сдать ненужную вам обувь, одежду, игрушки там. Ну, короче говоря, такую всю утварь. И потом они их раздают, ну, как бы, нуждающимися. Но я, правда, слышала, Борь, ну, что ты делаешь? Я, правда, слышала такую теорию, что, ну, как бы, что это какой-то тоже загон, типа того, что... Борь, успокойся. Что индейцы, индусы, потом что-то их забирают оттуда, увозят себе в Индию, продают их там, типа, ну, как бы, да, как новый товар. Ну, мне кажется, какой-то бред. Но, в этих случаях я такое слышала, но не суть. В том, что вы можете кому-то в любом случае их пожертвовать. Но он мне это, конечно, не разрешит сделать, и я вот думаю, как мне это все организовать. Борюсь. Борешь ли чаек со мной пить? Борешь ли она чаек пить? Как ты сказала, хитро? Скажи еще раз. Ты хитрый. Все, мы пошли. Это пакеты, которые я собрала с игрушками. Пока там Боря играла. Вот. И насчет пирога, я думаю, что я решила, что я его буду делать веганским. Вот. Процентов 90, что буду делать таким, потому что разницы никакой нет. Ну, то есть вот так вот человек не почувствует разницу, а зато его могут есть все. Вот. Теперь надо решить, нужно найти какой-то веган-баттер. Я даже не знаю, где это взять, это масло, если честно. Вообще не представляю. Будем искать. Ладно, сейчас быстренько сделаю суп. Ой, суп. Салат, сварю макарон. Придет муж, мы с ним быстро поедим. И поедем в Костка. Вот в Костка я, наверное, возьму с собой, потому что все равно мне вам больше показывать нечего. Вот. Никакой интересности. Сегодняшний мой влог для вас абсолютно не несет. Никакой. Вот. И что еще? Перчик. Вот. Вот так вот. Давайте я вам по традиции расскажу, что тут готовить. На самом деле я обожаю такие дни, как сегодня. Когда я готовлю что угодно, я просто подчищаю все наши запасы. И, в общем, холодильник остается абсолютно действительно чистым. То есть вообще считаете, тут ничего нет. Ну, здесь ладно, как едай, так и говори на все. Все чисто. Что я делаю? Я обжариваю лук. Вообще, вы знаете, я обожаю лук. Жареный, вареный, особенно жареный. Значит. Лук. Лук. Народин за морковку. Вот у меня остался один гриб портабелла. Я туда проблю. Тут у меня остатки салатика. Я буду варить вот такие макароны. Я не помню вообще, откуда они у нас, что это. Ну, какие-то такие. У меня стоит для них вода. И все. Там у меня еще остатки этого соуса карри, который я сделала. Сидит Глебка. Вот. Ну, собственно, и все как-то. То есть я ничего такого особенного готовить не буду, потому что просто у меня нет продуктов. Вот. Обычно я как выходим в магазин и просто покупаем набор как бы классический для нас продукт, в котором мы постоянно едим. Овощей. Вы мне там где-то писали, кстати, много комментариев, что мы едим очень разнообразно. Большое спасибо, потому что нам с ними кажется, что мы едим в то время одну и ту же еду. Вот. В принципе. Что еще хотела вам сказать? Да. Мы примерно покупаем одни и те же, ну, всегда одни и те же овощи, одни и те же фрукты примерно, да. Ну, как бы одни и те же какие-то еще. Там, допустим, я не знаю, там, грибы, макароны, рис. Ну, такую классику, которая у нас должна быть всегда дома. То есть как бы под рецепты я обычно, ну, мы ничего не покупаем. Но иногда, если вдруг мне приспичит что-то такое сделать, либо если это какой-то, да, званный ужин, то, конечно, мы покупаем продукты под конкретное меню. Вот. А если мне приспичит вдруг на неделю приготовить что-то несусветное, то я просто иду в магазин, как бы, да, у нас тут есть рядом. Я бы очень купала. Я слабого помолчу и пол. Вот. И покупаю, как бы, да, недостающие мне ингредиенты. Как бы все. Да. Надо мне писать, что у меня простывший ребенок. Это у него аллергия. Это аллергический кашель. Вот такой вот, прикиньте. Вот. Я вообще не знаю, идет ли портабелла с сырым. Ну, в общем, как-то так. Я уже, в принципе, пожарила лук. Еще вот эти муки дуночки и все портабелла. Еще облепка. Морковку потеряла, сейчас ею все. Да, не переживаю. Портабелла мы очень любим. Я думаю, что веганы и... Ну, да. И вегетарианцы знают, что это гриб, который используют, ну, как бы, как мясо-заменитель. Или его когда погреешь, ну, погрилишь, особенно, да, на гриле, то он имеет вкус такой, похожий на мясо. Вот. Мы его делаем на гриле, как бы в эти рэпы или еще куда-то. Ну, вот у меня остался один. Ммм, я могла бы сделать еще с этого рэп. Ммм, это мы все. Ладно, подумаем. Вот так все стремительно в нашем мире. Я передумала делать ужин, который хотела. Значит, я достала новые эти рэпы. Сделала вот этот салатик мой. Здесь лучок, салатик, ну, с листью салата, помидорки и авокадо. Соусом хани мустарк, хани мустарк, хани мустарк. Как он выглядит хани мустарк, кто знает. Вот так. Нет. Вот где на английском-то написано. Вот. Органик хани мустарк дрессинг. И сюда я еще добавила сыр и макароны. Все это потушила. Теперь у меня стоит горяченькое. Духовочка разогревается. Сейчас придет муж. Я их сюда закатаю. Сделаю такие шурмы. Ну, здесь это называется рэп, знаете. Вот, Глебке я уже подогреваю его супчик. Ну, и все, собственно. Ему это я сейчас добавлю в рисовую кашу. О, они так прикольно подгорают, да, вот эти желтые. Вот это, там много всего. Разрежешь? Да. Там наш карик подорется. Мы живем без микроволновки. Мы по каким-то идейным соображениям живем без микроволновки? Напротив. А мне вот нужна микроволновка. Мне очень без нее некомфортно. Держи. Разверни. Это мое, да? Да. Окей. Вы готовы пускать слюну? Are you ready? Как вкусно. Мне приятного аппетита. А вам идите берите салфетку. Вытирайте слюнки и готовьте то же самое. Это очень вкусно. Первое поздравление с Рождеством и Новым годом. Смотрите, какая красивая детка. Спасибо тебе, Алина. Очень приятно. Сейчас уберу. А мы с Глебкой вот сидим, ждем нашего папы. Сейчас он приедет. Я, короче, вообще не парилась. Я в чем была, так и пошла. Канада все-таки. Причем, даже если вам не видно, я уги даже на голову надела. Ну, как бы, почему нет. А, мы приехали в Костер. Клево, что здесь можно походить деньги здесь сразу. Сейчас будем сидеть. Вот это мы очень любим. Покажи сюда поближе. Это просто наш вообще наркотик. Все, я показала. Тут варится жуткий ажиотаж. Протеины или какие-то штуки. Мы не будем брать этот? Это что, печенья. Это че, папа, ее. Че, папа, ее. Ну, и дети. Тут, короче, ажиотаж. А, вроде, сюда, нет? У Бариси плохое настроение. Ему на выходе нарисовали рожду, чтобы ее поддерживать. Да, Барис, тебе понравилось? Ты, Глебушка, сиди такой малышок. Кажется, мы не туда. А, вон наш тачок, нормально. Ну, давайте я вам покажу кое-что из того, что мы купили. Не все, потому что кое-что я оставлю все-таки как сюрприз для гостей. Значит, что? Мы купили два вот таких больших пакета. Мы очень любим морковку органическую. Мини пил террец называется. И это очень вкусно есть вот с хумусом. Мы специально для хумуса купили. Плюс хумус с овощами я подам гостям. А что дальше? Перцы, огурцы, обязательно цукини. Вот эти печеньки, с которыми мы сейчас будем пить чай, поставлю их сюда. Они есть разные, но мы берем вот эти вот с шоколадом. Дальше. Вот взяли попробовать органическую кинву, амарант и милет. Я не знаю, что это такое. Ну, попробуем. Вот такая вот смесь. Смотрите, будем пробовать, не знаю, посмотрим. Мы в Коско стараемся брать все органическое. Но вот эти вещи, конечно, они не органические, нифига, но вкусные. Плюс мы очень любим вот эти вот кумату, вот эти вот зеленые помидоры. Мы едим, в основном, только и их. Взяли органическую такую смесь Романа. Кстати, я хотела же сделать еще с Цезарь, кажется. Надо сейчас Феде обсудить. Взяли вот такую большую мейпл-сироп. Потому что вот этот вот мы покупаем такой вот до этого. Ну, короче, выгоднее получается вот этот. Ни то, ни то не является органическим. Мы не так много используем, но как бы когда используем, пусть будет. Потом взяли большую виноградное масло. Я, по-моему, говорила в своих видео, что мы на нем жарим. Что на оливковом масле вообще-то жарить нельзя. Вообще-то. Вот. Поэтому мы жарим на вот таком. По-моему, еще можно на масле авокадо. Ну, как-то в последнее время жарим на этом. Дальше. Хумус, который я вам уже рекламировала, безумно вкусный. Кто еще не пробовал, должен пойти и попробовать. Это очень вкусный хумус. Именно вот этот вот с перчиком красным рост. Здесь две. И очень выгодная цена. И взяли вот тоже на стол поставить такие вот халапенья перчики. Нашинкованные. Не знаю, с чем это ставит. Вот фета-чиз. Так что здесь тоже две упаковки. Вот так они выглядят. Мы это один раз пробовали в гостях. Нам очень понравилось. Решили взять в этот раз. В принципе, вот еще забыла вам показать. Такую штуку мы купили. Это такие бары, как они здесь говорят. Вот, смотрите. Это мы возьмем в дорогу в Монреаль с собой. Вот. Они, по-моему, такая штука вам стоит 18 долларов или что-то такое. Как бы вроде не дешево, но того стоит. Что-то вкусное. По-моему, это органическое. Но что-то здесь я сейчас не вижу. Вижу только глютен-фри. Ну, не знаю. Глютен-фри уже неплохо. Плюс мы купили такую вот пачку. Шесть пакетов миндальное молоко оригинальное. Хотя, вообще-то я больше люблю ванильное. Ну, как бы что-то взяли такое. Потом взяли борьки. Вот такие вот хлопья у нас очень любят. Они, как и по-моему, тоже органические. Плюс вот такие. Давайте на английском, чтобы было. Тоже органические хлопья. Но это больше должна быть себе. Молодец. Пришел. И для борьки берем там вот такие вот изюм. Тут пачка из двух пакетов больших. И плюс еще блок ящика пенсина. Я их уже разделала. Ну, все. Мы пошли пить чай. С этими прекрасными печеньками. Вам спокойной ночи. А в завтрашнем влоге я, пожалуй, вам расскажу. Вы что-то меня так просите. Просите о тех средствах, которые я использую. Там по уход за телом, лицом и так далее. Вот. Расскажу вам, что у меня в ванной хранится. А так, всем пока. Всем пока. Еще раз скажи. Молодец. Всем пока. А чмоки-чмоки? Чмоки-чмоки. 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 Чмоки-чмоки.